Здравствуйте! С вами проект «Квартирный контроль», я его ведущая Мария Федорова. Сегодня мы приехали в Войковский район Северного округа Москвы, чтобы познакомить вас с очередным проектом от концерна «Крост». Жилой комплекс «Невский» строится по адресу улицы Адмирала Макарова, владение 6. Это примерно в полукилометре от станции метро «Водный стадион». Ну что, посмотрим, чем «Крост» удивит нас в этот раз. «Невский», как и герой одного из наших зимних обзоров, жилой комплекс «Маяковский», реализуется в рамках проекта «Редевелопинта» промзона номер 44, который власти Москвы собираются вытеснить уже к 2020 году. С точки зрения транспортной доступности «Невский» занимает неплохую позицию. До западной границы комплекса от метро меньше 500 метров, до платформы «Балтийская МЦК» около полутора километров. Жилой комплекс «Невский» строится на территории бывшей промзоны Братцево. Не путать с усадьбой Братцево, которая находится в северо-западном округе. И на сегодняшний день состоит из четырех корпусов. Это корпуса номер 1 и номер 2 высотой 21 и 22 этажа, плюс еще один уровень подземного паркинга. Во вторую очередь входят третий и четвертый корпуса, находящиеся на некотором удалении от домов первой очереди. Но это уже дома высотой 25 и 28 этажей, плюс еще шестиэтажная пристройка, в которой разместятся апартаменты. И, кстати, апартаменты будут не только в пристройке, но и на первых шести этажах. Единственное, что они будут по какой-то только застройщик понятной схеме и системе перемежаться с квартирами. В корпусе номер 3 запроектированы 272 квартиры и в корпусе номер 4 354 квартиры. При этом паркинг хоть и будет двухуровневым, но машинный мест в нем будет 272. Считайте, это где-то в два с лишним раза меньше, чем количество квартир и апартаментов. В конечном итоге на территории площадью около 4,5 гектаров будет построено 7 жилых корпусов, плюс еще здание детского сада. Планируется, что детский сад будет частным, и в здании садика также предусмотрены помещения для дополнительного образования и занятий спортом. Однако появится он не завтра. Ожидается, что сад будет сдан в рамках третьей очереди. С альтернативой в этой части района проблем нет. В 5-7 минутах ходьбы найдется три муниципальных садика, а до ближайших школ от 8 до 15 минут пешком. Дома первой очереди были сданы еще в конце прошлого года, и уже в начале текущего дольщики получили свои ключи. И здесь остается, кстати, не так уж много свободных вариантов, всего около полутора десятков, не больше. Поэтому, конечно, наше внимание в основном будет направлено на дома второй очереди. Тем не менее, там нас ждет много всего интересного, поэтому предлагаю подойти поближе. Если мы будем смотреть на эти два дома глазами их авторов, то мы увидим здесь паруса, несущие вас к мечте. Но я лично не обладаю такой широкой фантазией, настолько широкой, поэтому вижу здесь просто два добротных дома, монолитных, с внешними стенами из... я, кстати, тоже вижу, потому что у меня рентгеновые лучи вместо глаз. С наружными стенами из керамических блоков и с облицовкой из клинкерной плитки, штукатурки и фиброцементных плит с орнаментом. Корпуса номер 3 и 4 также будут монолитными, также стены будут из керамических блоков, но облицовочка будет уже отличаться. Там будет применяться клинкерный кирпич, металл и дерево. Архитектурной особенностью 3 и 4 корпуса станут треугольные эркеры и отсутствие лоджий и балконов. Но в некоторых квартирах будут так называемые французские балконы, чисто декоративные элементы. В качестве конструктивных особенностей отметим монолитные межквартирные стены. На фасаде 3 корпуса сегодня можно увидеть баннер с обещанием закончить монолитные работы уже к середине сентября. Ввод в эксплуатацию по условиям договора 4 квартал 2018 года. Но менеджеры отдела продаж не исключают того, что дома будут сданы на квартал раньше. Дома второй очереди стоят на трехметровом стилобате. На нем же будет организован внутренний двор с катком в центральной части и с детскими площадками. Корпуса 3 и 4 строятся в непосредственной близости от торговой галереи «Невский причал». Галерея входит в состав проекта и вместе с многоэтажками создаст единый архитектурный ансамбль в морском стиле. С магазинами, салонами и кафе домам второй очереди повезло, конечно, больше. Ведь первые этажи корпусов номер 1 и 2 займут квартиры и помещения управляющей компании. Однако первая очередь имеет свой завидный бонус. Прямо от корпусов первой очереди вдоль Головинского канала и до Михалковской улицы проходит «Невский парк». И хоть канал сегодня имеет не самый такой же офисный вид, потому что воду слили, но все равно парк в целом очень красивый и, я бы даже сказала, крутой. Он также поддерживает морскую тематику. Вот они, пожалуйста, канаты, мачты, как будто корабельные фонари на самом деле, вазоны в форме половинок бочек. И здесь куча других всяких фишечек, пересекающихся с морской тематикой. Но здесь, конечно же, не забыли и о детях разных возрастов. Здесь есть площадки для малышей и для ребят постарше. И о спортсменах. Вот они, пожалуйста, тренажеры. Хочешь почувствовать себя гулливером, приезжай на детскую площадку парка «Невский». А если хочешь почувствовать себя лилипутом, то попробуй прессовать одним из этих мелков. А еще в мини-зоопарке вы можете расширить свой кругозор. Я вот, например, только сегодня узнала, что, оказывается, бывают кролики французские, бараны. Мы с вами все знаем, что в средствах массовой информации есть такое понятие, как утка. И как выглядит на Алтае телевизионная утка мы можем увидеть как раз около этой клетки. Вон она сидит на плетеном заборчике. Маша совсем умом тронулась, скажете вы, но ничего подобного. Вот подтверждение. Белка алтайская или утка. Ландшафт внутридворового пространства впечатлил нас не меньше. Разве что здесь нет мини-зоопарка. Территория комплекса огорожена и закрыта для проезда автомобилей. Но, как мы успели увидеть, доступ для пешеходов пока свободный. В будущем здесь должна работать единая электронная система доступа. В каждом подъезде дежурит сотрудник охраны. Круглосуточно работает и диспетчерская, которая контролирует все инженерные системы. В том числе и единую систему кондиционирования. Входные группы и места общего пользования выполнены с элементами интерьеров дорогих яхт. Причем разработкой проекта отделки занимался как раз британский дизайнер этих самых яхт Эван Маршалл. Лифты в этом корпусе практически бесшумные. Марки Otis. И внутри, кстати, играет еще приятная музычка а-ля радио Монте-Карло. Помните, что за этой дверью? Это отсек под внешний блок кондиционера, который работает как раз на весь этаж. Ну и вы, наверное, обратили внимание, что здесь морская тематика выражена, ну уж очень ярко. Вот они, пожалуйста, иллюминаторы. И как написано на сайте, что еще и каждая входная дверь в квартиру тоже выполнена в таком же стиле. Да, вот они, самые настоящие каюты или кубрики. Не знаю, как правильно их назвать. Их здесь на этаже штук, наверное, девять получается. Мне интересно, это только на этаже, где расположен офис продаж, еще и висят репродукции картины Айвазовского. Или это на всех этажах? Стены других этажей пока прикрыты полиэтиленом. Но, по словам сотрудников офиса продаж, их также будут украшать картинами. Пол здесь мраморный, стены окрашены. И вот есть еще такие вот ламинированные панели. Здесь, кстати, это, видимо, спрятано. Да, это отсек с коммуникациями. Иди сюда. Вот они, видимо, счетчики на отопление. Покупателям предлагаются квартиры и апартаменты емкостью от одной до четырех комнат. При этом за однокомнатную тут в большинстве случаев принята студия. Да и квартиры с большим количеством комнат далеко не все соответствуют общепринятым понятиям. Судите сами. Метраж однокомнатных варьируется от 24 до 33,5 квадратных метров. Двушки – от 35,5 до 70 квадратных метров. Трехкомнатные – от 51 до 79,5 квадратных метров. И четырехкомнатные квартиры – от 75,5 до 76,5 квадратных метров. 25-метровые квартиры – это все же студии, но с двумя окнами и с приличным санузлом – 4 с лишним метра. 30 метров – по сути тоже студия, но ее габариты позволят консерватору превратить квартиру в типичную однушку. Санузел тут, кстати, теснее. 32,8 – классический однокомнатный вариант с крохотной спальней, весьма компактной ванной, тесной прихожей с маленькой гардеробной. И адекватный бизнес-классу размер здесь только у кухни – около 13 метров. Двухкомнатные – 37 метров – тот случай, когда применяется приставка евро. Но даже как евро-вариант такая квартира с трудом тянет на бизнес. Кухня-гостиная получается 15,5 метров, но комната – 13,7. В силу архитектурных особенностей дома ряд квартир имеет сложную геометрию, как, например, двушка 49 метров. В данном случае сложная форма пошла на пользу. Здесь будет проще обозначить зоны кухни, столовой и гостиной. 55 метров также соответствуют нормам евро-варианта, но метражи помещений становятся гораздо более серьезными. Один только санузел – 6 с лишним метров. Изолированную кухню и раздельный санузел я не нашла даже в самой просторной 70-метровой двушке. Любопытно взглянуть на трехкомнатную площадью 54 метра. Пожалуй, именно такую трешку я и назову стандартной угловой двухкомнатной квартирой с просторной кухней и двумя компактными комнатами. Еще интереснее узнать, что за квартира с пометкой премиум. Трешка – 50 метров. Судя по всему, премиальный эту квартиру делает только этаж и ориентация окон. Вероятно, там хорошо просматриваются пруды. 73 – удобная угловая квартира с двумя санузлами и проходом в гостиную через кухню. 79,7 – самая просторная квартира из всех предложений проекта. Даже четырехкомнатные уступают ей своими габаритами. И здесь, кстати, не предусмотрена гардеробная. Зато именно такой вариант при желании может стать обычной трехкомнатной квартирой с отдельной и просторной кухней. Обратим внимание на поэтажный план первой секции четвертого корпуса. Здесь четыре лифта, два пассажирских и два грузовых. И лифтовый холл делит этаж. С одной стороны четыре квартиры, с другой – пять. Во второй – шестиэтажной секции, в которой проектом предусмотрены лишь апартаменты, будет по 14 семей на этаже. В третьем корпусе – три лифта. Грузовой и два пассажирских. И на этаже не 9, а 11 квартир. Высота потолков в квартирах уверенный бизнес – 3 метра и 10 сантиметров. Минимальная стоимость квартир в августе 2017 года с учетом действующих акций – 4 миллиона 700 тысяч рублей. Апартаменты обойдутся ненамного дешевле – от 4 миллионов 400 тысяч рублей. И стоимость машины места – от 1 миллиона 600 тысяч. Квартиры сдаются без отделки, но с качественной входной дверью, которую мы успели увидеть. На окнах будут установлены деревянные двухкамерные стеклопакеты из сосны. Электричество проведено до внутриквартирного щитка. Водопроводоканализация под заглушки. Разводка отопления горизонтальная. Также будут проложены коммуникации для установки кондиционера. В продолжении обзора мы познакомимся с окружением проекта, узнаем перспективы развития близлежащей территории, поговорим об экологии и зададим несколько вопросов по жителям района. А также узнаем схему покупки квартир в жилом комплексе «Невский». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова